А мы отправляемся в первый вуз ГГУ имени Скорины. IT-специальностям в ГГУ обучают на трёх факультетах. Две кафедры на факультете математики и технологий программирования, кафедра экономической информатики, учёта и коммерции на экономическом факультете и кафедра автоматизированных систем обработки информации на факультете физики и информационных технологий. Факультет физики и информационных технологий, он даёт возможность именно сочетать, сочетать то, что ценим мы, ресурсную модель, то, что работает, и программную модель, то, как она должна выполнять свои функции. Поэтому в виртуализации всё, конечно, хорошо. Виртуализация — это идеальные миры. Виртуализация — это то, что работает в чёрном ящике. А вот то, на чём работает физика, вот это то, чему в том числе учат мы, студенты, начиная с первого курса и до выпускного, как говорится, скамьи. Кафедра ОНА у нас имеет довольно большую историю. Она родилась в результате разделения кафедры СОИ декабрь 1979 года, приблизительно равной, как первые персональные компьютеры, которые появились. Мы работаем всё-таки с железом. Мы говорим о процессе, который протекает на реальном устройстве. В частности, такие специальности, которые касаются компьютерной физики, которые касаются систем информационной безопасности. Вот новая специальность компьютерная безопасность открылась в этом году. Это более старая специальность, правда, наша ОСОИ самая старая на факультете. Так вот, более старая по безопасности, это системы электронной безопасности. Вот они непосредственно работают со СКУДами, системами охраны. То, что реально проектируется для работы на объекте. Программируемые мобильные системы. Естественно, что это устройства, контроллеры. И то, что касается, ну, M-Banded System, то есть встраиваемые системы, это вот их отчина. Ну, а на нашей кафедре готовят две специализации. Одна из них связана с сетями, компьютерные сети и системы. Вторая больше условно называемые графики. Это автоматизированные системы обработки и отображения информации. Люди, которые работают с медиаконтентом. В частности, эта специальность, вот она и открывалась в сотрудничестве с бомберским телевидением. Делаем первый вывод. IT-индустрия породила множество профессий. От узкотехнических до свободно-творческих. Многие профессии совмещают сразу две или даже три специализации. Но, пожалуй, не поспоришь с тем, что базой является математика и физика. Поэтому, выбирая факультет и специальность, стоит осознавать свои интересы и способности. То есть, с какой стороны вы будете подходить к информационным технологиям. Если люди не очень хотят работать именно с железом и думать о том, какой должен быть процессор по мощности, объем оперативной памяти. Если его интересует именно виртуальность, то, что я сказал, идеальная среда, то да, ему проще думать математически. И для него обоснованный выбор будет выбор наших соседей. С другой стороны, если он наоборот, его интересует как это, что это и где это, если он не получает там достаточной глубины, ну, он может тоже разочароваться в своем выборе, но на первом этапе. В любом случае, каждый выпускник представляет из себя то, на что он потратил больше времени. Редактор субтитров А.Семкин